Захожу в интернет, смотрю ролик, где 74-летнюю женщину на носилках несут на экзамен по латышскому языку, чтобы продлить вид на жительство и нужно сдать этот экзамен. Под роликом комментарии не вызывает сочувствия, Одессу бомбят. Мне хочется спросить у этого человека, а ты хоть знаешь, где это Одесса находится? Ты хоть карту-то открыл или только бла-бла-бла? Недавно еду в трамвае и думаю, дай-ка я сделаю опрос у молодых, спрошу. Ну, как-то неудобно спрашивать там, я плод провожу опрос, скажите, пожалуйста. Обычно от этого шарахаются. Я прикинулась приезжей и у молодых людей стала спрашивать. Скажите, пожалуйста, вот я приехала, я хочу на экскурсию вот туда-сюда. Скажите, пожалуйста, а вот когда Рига основалась, в каком году? Стоят, хлопают глазами и даже ответить не могут, в каком году Рига основалась, Рига, в которой мы живем. А пишут про Одессу. Можно сочувствовать, но хоть на карте посмотри, где это Одесса и что там творится. Я общаюсь прямо конкретно с людьми из Одессы и лучше знаю, а то пишут такие красавцы. У него не вызывают сочувствия. А у меня вызывают сочувствия к этому человеку, потому что мама его родила без главного органа, сердца. И ему не важно. Это русская бабушка, латышская бабушка. Ему все равно. У него не вызывают сочувствия. Вот такой человек будет ехать в трамвае, в переполненном трамвае, и рядом будет стоять бабушка с костылем. Он что у нее спросит? Бабушка, а ты латышка или русская? Если ты латышка, я тебе место уступлю. А если русская, я тебе не уступлю. Да он никому не уступит. Никому. У него нет сердца. Он будет сидеть, и бабушка будет рядом с ним стоять. Ладно, расскажу еще один случай. Я же вам ролики ставлю, и ваши комментарии читаю, и стараюсь все-таки ответить. Иногда просто по сердцу режут эти комментарии. Просто уснуть не могу. И тут комментарии насчет дедушки, который онкологически больной, и который говорит, я в ролике говорю, что это, я же не показываю этот ролик, да, но я просто рассказываю, что человек говорить не может, не то что ручку держать. Ему 74 года, его везут онкологически больного на этот экзамен. Комментарий, кстати, под моим роликом, вы можете там посмотреть, не под этим, а тот под прошлым. Пишет, правильно, он же должен идти на этот экзамен. Он же пенсию получать-то хочет, а вот экзамен по-латышскому сдавать не хочет. Этот человек тоже без сердца, я уверена в этом. Это во-первых. А во-вторых, пенсию этот человек получает из России, а налоги платит Латвии. И при чем здесь пенсия и сдача этого экзамена? Вы вообще подумайте, когда вы пишете? Уже молодняк вообще ничего не понимает, я не знаю, что у них-то в школе учат. Да ничего не учат, учителей не хватает. Конечно, ничего не учат. Ладно, давайте перейдем к нашей главной теме. О том, что 6 тысяч граждан РФ в Латвии после 2 сентября, ну, если не должны будут сразу покинуть страну, ну, скорее всего, в течение трех месяцев должны будут покинуть страну. Ну, по крайней мере, будут лишены документов. Поэтому я вам все время говорила, идите на экзамен, подавайте документы, подавайте, подавайте, подавайте. Уже мозоль на языке, все говорят, что-то к ним прицепилось, все все знают. Ну, конечно, все все знают, однако 6 тысяч человек так еще и не подали. Ни документы, ни на экзамен не записались, никуда сидят, ждут. Ну, ребят, есть же старые люди, есть пожилые, я понимаю. Ну, соседи, родственники, ну, не знаю, друзья, просто знакомые. Ну, помогите этим людям, помогите, подскажите, помогите отнести эти документы. Вот в русские партии же можно отнести документы, там все оформят. Ну, неужели это трудно? Неужели будем кидать этих людей просто на произвол судьбы? Ну, ладно, я, как всегда, обращаюсь к газете, как всегда, обращаюсь к помощи наших журналистов. Они мне всегда помогают. Так что не обессудьте, мне помогает газета. На этот раз «Бизнес Балтия». В газете «Бизнес Балтия» статья называется «Приказ покинуть Латвию получат где-то 6 тысяч человек». Глава комиссии Сейма. Депутат прогнозирует, что наша страна получит очень много врагов. Чем ближе час икс, тем все больше здравомыслящих политиков, в том числе из лагеря правящих, начинают понимать опасность и, мягко говоря, вредность принятых прошлым Сеймом прямо перед выборами поправок. Речь, разумеется, идет о поправках, которые обязывают латвийских россиян главным образом пожилых людей подтвердить владение латышским на уровень А2. Очень критически эти поправки в прямом эфире ТВ-24 оценил глава комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества Илгмарс Лидака. Объединенный список. Он вообще не понимает целей этих поправок. Может, целью было выдавить из Латвии этих пенсионеров? Может, целью было сделать этих людей лояльными стране? Ни одна, ни вторая цель не является особенно разумной. По моим прикидкам, так написано, вполне может быть, что приказ покинуть страну в течение трех месяцев в середине сентября получат где-то шесть тысяч человек. В основном пожилые, у которых в России ничего и никого нет. Умножим это количество на три или на пять. Ведь у них есть дети и внуки. И мы узнаем, какое количество врагов страны мы получим, отметил депутат и предупредил о неизбежном международном скандале. Среди этих людей будут и лежачие, и слепые, поскольку добраться до врача, чтобы получить освобождение от экзамена, чрезвычайно сложно, продолжил Илгмарс Лидака. Он признал, что пока в Сейме еще не все понимают необходимость внести какие-то коррекции в законы. У нас такой, я бы сказал, обычай. Если мы вступили ногой в дерьмо, то мы уже до конца не хотим признать, что это дерьмо. И пытаемся уже и второй ногой туда вступить. сказал депутат. Теперь для тех, кто вот в августе будет записываться на экзамен, который люди завалили, экзамен прошлые разы, да, они будут сдавать всю осень этот экзамен. И сегодня я зашла в Ютуб, и там Русский Союз Латвии выставил свой ролик. Юлия Сахина говорит о том, что они, ну, с их участием, конечно, открылись бесплатные курсы латышского языка. А так как эти курсы онлайн, туда могут приходить все, ну, то есть записываться на эти курсы и могут участвовать все. курсы предназначены именно для сдачи экзамена на А2, да, не просто владеть языком, а именно для сдачи экзамена этого, да, значит, там будет большой упор и делаться именно на грамматику и так далее. Ну, наберите Русский Союз Латвии, увидите этот ролик, да, я у себя не могу ставить его, хотя я попробую, но вряд ли. И еще я хотела бы поблагодарить тех, кто досмотрел ролик до конца. У меня очень много постоянных зрителей, но люди почему-то не подписываются на канал. Ребят, подписывайтесь на канал и смотрите вот эти мои ролики. Редактор субтитров